Поэзия и связующая нить Золотой век России представлен лирикой солнца русской поэзии Александра Пушкина и поэта Федора Тютчева, самых прославленных мидовцев Российской империи. В сборник вошла и лирика двух авторитетнейших отечественных дипломатов современности – Евгения Примакова и Сергея Лаврова. Генеральный директор Национального музея Индии передал узбекской делегации Министерства иностранных дел копии рукописи основателя империи великих моголов – Захариддина, Мухаммада, Бабура, датированные 1528 годом. Среди возвращенных артефактов исторического и культурного наследия узбекского народа – миниатюры и свадебная церемония принца Дары Шикоха 1640 года. Отныне исторические ценности будут храниться в Государственном музее истории Узбекистана. Отметим, что одним из памятников империи бабуридов в самой Индии является мавзолей Тадж-Махал, построенный внуком Бабура – Падишахом Шах-Джаханом. Жительница Крымского полуострова и мама четырех детей Ольга Плавкова будет представлять Россию на международном конкурсе «Красоты Миссис. Вселенная-2017» в ЮАР. Состязание замужних красавиц стартует в эту субботу в городе Дурбан Южноафриканской Республики, продлится до 2 сентября. От России за титул «Самой красивой женщины вселенной» будут бороться еще три конкурсантки, представляющие административную, северную и курортную столицы нашей страны – Москву, Петербург и Сочи. «Миссис. Вселенную-2017» выберут среди представительниц 84 стран мира. В столице Белоруссии появятся новые муралы. Огромные рисунки на архитектурных сооружениях с латиноамериканским колоритом. Делегация уличных художников из Бразилии в рамках фестиваля стрит-арта вторую неделю расписывает стены в Минске. Так известно, что здание одной из обувных фабрик разукрасят цветами. В именности на хофису белорусской авиакомпании «Белавиа» появится изображение экзотической птицы, а в рисунке на Нижнеляховском мосту уличные художники намерены отразить диалог культур двух стран. Отметим, что фестиваль был инициирован посольством Бразилии в Республике Беларусь и в этом году проходит уже в третий раз. Приморский Сямэнь в китайской провинции Фудзянь полностью готов к встречам на высшем уровне. В городе царит атмосфера праздника, и жители-гости отмечают, что Сямэнь преобразился и напоминает сад на море. Центральные городские магистрали и курортные переулки украшены сложными ландшафтными композициями. На ключевые объекты инфраструктуры, городской транспорт, рекламные конструкции нанесена символика БРИКС. К саммиту глав государств «Пятерки» также выпустили памятную марку. На ней с логотипом «БРИКС-2017» изображены достопримечательности города, такие как остров Гулань-Юй, университет, район Зимэй и другие. Отметим, что Сямэнь в 1980-м одним из первых стал особой экономической зоной Китая. А само название города переводят как «дверь в дом», что отражает его многовековую роль морских ворот в Китае. Напомним, что для лидеров стран БРИКС все двери и ворота Сямэня будут открыты с 3 по 5 сентября.